Всем привет дорогие друзья, с вами GamePlan и сегодня я хочу рассказать вам об интереснейшей игрушке под названием Caster Raid 2 New Alliance. Здесь есть два режима игры, это кампания и Head to Head, где вы сможете сразиться вместе со своим другом на одном устройстве. Но давайте посмотрим на оба режима по порядку. Начнем естественно с кампании. Кампания представляет из себя огромнейшую карту с достаточно большим количеством миссий. И как вы видите, дальше миссии будут только продолжаться, а это будет наверное в ближайших обновлениях. Я прошел одну миссию, этого мне было достаточно для того, чтобы понять суть игры и рассказать вам о ней. Давайте приступим и что нас ждет дальше? Дальше нас ждет выбор сложности. Есть казуальная, нормальная, героическая и все. Сыграем естественно в казуальную, за нее вы получите меньше наград, но да ладно. Приступаем к игре. Здесь далее вам необходимо выбрать воинов, которые будут участвовать в бою. По умолчанию всегда стоят лесорубы, их убирать нельзя, они должны быть всегда в каждой игре у вас. Дальше мы можем выбрать мечников, лучников и рыцарей. Помимо этого в будущем будут доступны волшебник, король какой-то, роги, варлок и демолишен эксперт. Вот так вот. Но больше мы выбирать не можем и кстати еще можно будет разлочить одну ячейку, куда мы сможем поместить еще один тип воинов. Приступаем к битве. Нас ждет сейчас такая рисованная карта, причем по стилю и по графике мне эта игра почему-то напомнила Kingdom Rush. Но суть игры совершенно другая. Давайте посмотрим в чем она заключается. Нам показывают какие воины есть у нас, какие воины есть у нашего соперника. И приступаем. Нам в первую очередь необходимо зарабатывать золото. Здесь она, золото является одной единственной валютой, за которую все осуществляется. Чтобы зарабатывать золото, необходимо отправлять лесорубов рубить лес, либо золото тут также само генерируется, но очень медленно. Поэтому, чтобы заработать сразу много денег, необходимо как можно больше рубить дерево. Итак, вражеские юниты отправили на меня атаку. Давайте закупим много-много лучников. Тапнем вот сюда. Кстати, куда вы тапните, именно там и появится ваш отряд, который вы решили купить. Как вы видите, мой отряд лучников достаточно хорошо справился с одним всадником. И вот, думаю, в этот раз у меня получится и этих двоих вражеских юнитов тоже победить. Что есть помимо воинов? У нас есть режим ракеты. Давайте посмотрим, как она работает. Нажимаем на ракету, выбираем вид снаряда. И теперь нам необходимо, допустим, попасть вот сюда. Нужно нажать вот так вот и примерно рассчитать силу выстрела для того, чтобы ракета попала именно туда. Итак, сейчас я чуть было не проворонил атаку на меня. Можно что сделать? Можно разрушить башни соперника. Ну и соперник может сделать то же самое с нами. Но самое главное, нужно разбить ворота. После того, как вы пробьете ворота замка, вы одержите победу и сможете перейти к следующей миссии. Копите золото, стройте правильно свою тактику, побеждайте и проходите все-все миссии, которые разработчики для вас приготовили. Ну а сейчас, как и обещал, давайте посмотрим на второй режим под названием Head to Head. Для этого, к сожалению, завершим данную увлекательнейшую миссию и перейдем в главное меню, где мы посмотрим на режим Head to Head. Здесь вы сможете, как я уже сказал, сыграть вместе со своим другом против друг друга на одном устройстве. Это вот наш легион и вот, собственно, наши противники, против кого мы играли. Можно выбрать настройки определенные совершить, но, в принципе, можно играть и без этого. Точно так же необходимо выбрать юнитов, которые будут участвовать в боях. Давайте это сделаем и приступим к игре. Теперь, как вы поняли, с одной стороны экрана будет играть ваш друг, с другой вы, и вы сможете вместе осуществлять достаточно интересные и эпичные битвы. Точно так же выбираем строителей, точнее лесорубов, отправляем их рубить лес и потом закупаем воинов и отправляем их в атаку друг на друга. Естественно, битва будет более интересная, более эпичная. Возможно, будет много мата, много руганий, много смеха и много веселья. По-моему, отличная игрушка и отличная реализованная вариация игры друг с другом. Однозначно качать игрушку эту стоит. Она стоит, кстати, 97 рублей. Это достаточно дорого. Но, к счастью, на общем аккаунте моего друга, ссылка в описании, данная игра уже приобретена. И вы можете получить доступ к этому аккаунту совершенно бесплатно. Для этого необходимо перейти по ссылке и узнать подробную информацию. Желаю приятной игры и прощаюсь. До скорой встречи с вами.